всем привет сегодня у нас будет не совсем обычный видеоролик мы отдохнем от масштабных копий и я вам покажу хоть и старую но интересную книгу посвященную американским седельным тягачам уже неоднократно говорил я большой поклонник американской техники стараюсь собирать не только легковые автомобили но и грузовики и автобусы и поставил вам для примера седельный тягач mac от neo scale models масштабе 1 к 43 особо заострять внимание на этой модели мы не будем на нее уже есть детальный видеообзор на моем канале если вас интересует подобная техника поищите старые видеоролики их у меня скопилось довольно приличное количество а рассмотрим мы книгу стэна холтсмана и эту книгу мне прислали в качестве подарка давно из америки и конечно она не в самом лучшем виде есть потертости порванные и вырванные страницы потому что данная книга была в одной из библиотек сша и ее просмотрело огромное количество людей и она обросла некой историей и конечно сейчас мало кого интересует подобная литература ввиду огромного засилия информации в интернете но на начало 90-х годов подобные книги были чуть ли не единственным источником информации посвященной грузовым автомобилем из которого можно было узнать какая техника трудилась за рубежом данная книга называется история сидельных тягачей в цвете и у стэна холтсмана было несколько изданий это немного упрощенная книга с мягкой обложкой и выходили книги с картонной оберткой в улучшенном формате и лучше был материал из которого книга изготовлена но для библиотеки видимо не стали брать самый дорогой экземпляр я вам покажу каждую из страниц особо заострять внимание на них я не буду если вам интересно просто нажмите на паузу и можете почитать что здесь написано и также на обратной стороне обложки есть пожелание счастливого рождества от одного из дальнобойщиков и оно написано в 98 году первая страничка с изображением капотного тягача марки freightliner фирмы exxon также здесь присутствует оглавление и книга разделена на несколько частей и в каждой части определенный тип полуприцепов и также есть небольшая информация о том как использовались эти грузовики когда кем и какие машины сохранились до сегодняшних дней также присутствует небольшой штампик который нам говорит о том что эта книга из библиотеки штата висконсин ну и другая информация о том как развивалось автомобилестроение как развивался грузовой транспорт в сша новшества и также можно посмотреть по годам какие нововведения были и если посмотреть на американский автопром то на мой взгляд он самый харизматичный и вообще это целая культура например у нас грузовик это просто средство доставки грузов и например когда машина отходила свой срок ее списывают американские грузовики 60-х 70-х годов до сих пор встречаются в америке на дорогах общего пользования и они в прекрасном техническом состоянии также есть фотография бескапотника white freightliner с кабиной голубого цвета и видно эта машина прошла не одну сотню миль интересно то что одна противотуманка желтого цвета 2 прозрачная бампер здесь тоже уже немного потерт есть черно-белые фотографии трехосный бескапотный сидельный тягач скорее всего вторая ось это ленивец также автопоезд состоящий из трех небольших полуприцепов и огромного капотного сидельного тягача и вообще американские грузовики тоже имеют различные классификации ведь в разных штатах разные регламенты по использованию подобной техники и например может быть огромный сидельный тягач с маленьким полуприцепом вот такой двухосный сидельный тягач машины одной компании в одинаковой ливреи бескапотник конечно наиболее популярные автомобили марки петербильд и кенворд но мне например нравятся и форды и вайты и мармоны но они здесь не так обширно представлены автомобили рефрижераторы тоже не самый популярный тип обычный грузовик с двухосным прицепом но выглядит машина тоже очень красиво и фотографии были сделаны в разное время и именно они передают дух той эпохи например один из капотных грузовиков с вида измененной передней частью скорее всего осветительная техника здесь взята от петербильда просто расположена под углом другие грузовики и кстати хочу обратить ваше внимание спальные отсеки установлены уже после приобретения грузовика раньше на старых капотниках завода не шли спальные отсеки а их делали сторонние компании а уже потом начали выпускать грузовики и совмещенным спальным отсеком например как вот этот розовый white freightliner и здесь уже более современный полуприцеп мне больше визуально нравятся старые рифленые полуприцепы у меня в коллекции есть такая модель в виде кита для самостоятельной сборки от амт я тоже вам давно ее показывал автомобили для перевозки сыпучих грузов и самосвальные полуприцепы здесь тоже очень необычные интересные формы и они разительно отличаются от того что мы привыкли видеть в европе или на территории российской федерации еще один самосвал и полуприцепы окрашены в цвет кабины грузовика тоже выглядят очень нарядно и другие варианты здесь уже совершенно другой тип прицепа и сам прицеп четырехосный скорее всего для лучшей развесовки по осям автомобили для перевозки топлива машины волевре и шеврон они уже не такие симпатичные как ранние кенворд и петербильд но тем не менее тоже довольно интересные мексиканский дина 800 тоже очень необычный грузовик вообще американские машины очень нарядные из многоцветной схемы и вот если посмотреть на все те фотографии которые в данной книге то ни одного похожего грузовика вы не найдете конечно если это не машина одной транспортной компании еще бензовоз четырехосный грузовик и четырехосный прицеп dodge бигхорн кинворд тоже с двумя прицепами более современная машина красивая цистерна полированный алюминий и автомобили для перевозки негабаритных грузов например на первой фотографии здесь машина перевозит то ли скрепер то ли какую-то карьерную технику также фотография с автомобилями перевозящие кузов от карьерного самосвала очень необычный ярко-оранжевый петербильд бескапотный петербильд кинворд фотография сделанная на гавайях в 75 году кинворд загруженным скорее всего сахарным тростником тоже очень необычный грузовик машины для перевозки рогатого скота и сразу вспоминается фильм конвой или например черный пес где тоже использовались похожие машины очень нарядные полуприцеп в хроме грузовик в хроме огромный спойлер также трубы выходящие наверх американскую технику ни с чем не спутаешь и мне больше нравятся капотные грузовики хотя бескапотники тоже очень своеобразные есть вот такие полукапотные машины марки gmc но они очень редко встречались даже в то время машины для перевозки сена кинворд gmc и кстати здесь на некоторых фотографиях подписано кто владел транспортной компанией и определенным грузовиком тоже очень интересно вот такой грузовик здесь есть еще одна подкатная тележка для распределения нагрузки по осям такие машины автомобили для перевозки леса такие машины используются в канаде или в америке возможно в тех местах где добывают древесину машина с манипулятором также western star уже очень необычный классический кинворд также мак с распуском машины для перевозки уже обработанной древесины здесь представлен мак супер лайнер еще машина петербильд international harvester более ранние машины 65 года еще один кинворд и грузовички чуть чуть меньше по размерам это gmc cracker box капотный gmc другие безкапотники и также есть один раздел посвященный рекламным плакатам так называемым это автомобили у которых на кузове нанесена различная реклама тоже как вы видите грузовики можно использовать не только для транспортировки грузов но и в виде живого рекламного плаката машины для перевозки гоночных команд и оборудование тоже очень симпатичные и модернизированные грузовики с огромными спальными отсеками классический петербильд наиболее популярная машина бескапотник тоже с огромным спальным отсеком кинворд ну и другие машины вот такая довольно интересная книга которую я хотел вам продемонстрировать в рамках сегодняшнего видеоролика если вам понравилась данная книга то поддержите видеоролик лайком и напишите в комментариях какая литература сохранилась у вас до сегодняшних дней возможно это старые журналы за рулем возможно что-то другое если вам понравился данный видеоролик поддержите его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также подписывайтесь на этот и на мой второй канал если вы не сделали этого раньше и на втором канале тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции на сегодня это все пока пока